Добрый день! Мы с вами в читальном зале сектора литературы по дизайну Тюменского Государственного Института Культуры. Книжно-иллюстративная выставка «Искусство украшения и издание книги» посвящается Дню славянской письменности и культуры. Белинский говорил, книга «Есть жизнь нашего времени». Поэтому на выставке представлены монографии, учебные пособия, альмонахи, альбомы, произведения художественной литературы, издания, посвященные истории графических искусств, тесно связанные с эволюцией книги как синтетического художественного произведения. Поэтому выставка как бы содержит и теоретические вопросы, теория шрифты, издание декор книги, издание рекомендаций издателю, теория статьи Фаворского, известного графика, теоретика, истории, искусства книги. И в то же время, как иллюстративный материал, разные варианты книг, изданных в разные периоды. Одна из самых старых – это книга, небольшая книжечка Водовозова профессора Григорьевича, это посвященный Белинскому. Итак, 44-й год, Виссарион Григорьевич Белинский. Идет война, и издаются книги на газетной бумаге. В 50-е годы этой забавной книжечки архангельский выдающийся русский живописец Пирог. Кстати, Пирог в 1833 году родился от… это внебрачный сын Тобольского прокурора Триденера. И когда, поссорившись с начальством, его папеньку, значит, уволили со службы, то он вынужден был уехать управляющим имением. И мальчика учила дома мама, и затем девичок. Девичок удивился, насколько мальчик хорошо запоминает, знает тексты и одновременно владеет каллиграфическим почерком. И прозвище дал. Перов, ну что Перов, пошли писать. И вот это вот Перов стало его официальным, у художника официальным его именем, фамилией. Итак, на выставке мы видим удивительные издания. Одновременно Самуил Маршак, сатирические издания. Возле каждого стихотворения, баллады, экспромта, рисунки, кукры-никсы, знаменитые художники, козьма-прутков. Книги представлены одновременно. И вот как юбилейный выпуск «The Beatles» – это студенческого Мириана. Журнал был такой молодежный. А слева от него удивительное издание из истории Отечества, книга комиксов, которая рассказывает «Щитолега» и «Куликовская битва». Безусловно, обращает внимание вот эта полочка тысячи ликов Бога, тысячи изображений божеств разных всевозможных религий, от шаманизма до христианства, мусульманства и так далее. Собрала Ребекка Хинт и книга уникальная «Справочник энциклопедии». И, конечно, издание. Две книги – это Анна Вершинина, девочка-студентка нашего Института культуры. Она была очень талантливая. И ее книга стихов и дизайны. Ну и детская книжечка Русулдана Гриберашвили «Оформление выпускницы Тюменского института Натальи Таберт». То есть одновременно мы показываем как бы разнообразие. Вот оно искусство, вот оно оформление книги. И маленькие альбомы типа «Русский натюрморт», и «Романсера красота» и «Графика» почти. Вот кружевные средневековые романсы. И одновременно мы видим огромный уникальный альбом «Век русского книжного искусства». Единственная первая книга, собранные фотографии, кратенькие биографии художника. И в основном из произведения собрали из музеев, из частной коллекции, из каких-то перепечаток и так далее. Ну и безусловно показали не только крупноформатные книги, но и маленькое миниатюрное издание «Александр Вертинский». В этой книжечке 126 страниц, и на каждом из них это песенки, знаменитые песни, знаменитые стихи Вертинского. То есть книга представляет действительно искусство украшения, и издание вот эта выставка показывает искусство украшения, издание книги. И она интересна как культурологические и эстетические.